Итак, друзья мои, всем привет, всем здравствуйте, у микрофона Пахома, и прежде чем начать видео, я бы хотел извиниться за его качество. К сожалению, не получилось сделать видео должным образом, как обычно, заморочиться, потратить неделю на съемки, футажи и тому подобное. В данном случае ролик был изготовлен всего лишь за два дня, один день ремонта и один день монтажа, поэтому прошу понять и простить, и надеюсь, что вам оно понравится, все равно и будет интересным. Так что приятного просмотра, можно начинать. Итак, ребят, всем привет, сегодня у нас на обзоре и на ремонте блок питания Zalman, модель ZM500HP, ее прислал мне подписчик, для того, чтобы я его починил, да, и впоследствии говорит, используй его куда хочешь, возможно, мы его разыграем, может быть, поставим в компьютер подписчика под апгрейд, в общем, посмотрим. Сперва надо починить и вообще разобраться, что с ним такое. Итак, мы подключили наш блок питания к тестовому стенду и сейчас пробуем его включить, после чего видим следующую картину. Внутри блока питания, когда мы нажимаем на вот эту кнопочку, начинает работать дежурное питание. Оно формирует 5 вольт и в данном случае мы видим, что дежурка не держит нагрузку, то есть у нас 5 вольт, они обваливаются, по какой-то причине это говорит о неисправности дежурки. Соответственно, сперва надо копать в эту сторону, мы сейчас разберем, посмотрим. Смотрите, ребята, мы открыли блок питания и первое, что видим сразу, да, это то, что здесь используется база ФСП. Поскольку это у нас ФСП, то здесь сразу на лицо видны болячки, присущие этой базе. То есть у нас в первую очередь бросается в глаза салатовое кольцо, которое используется в ДГС. Это плохо, оно менее хорошего качества по сравнению с Эндастом, с Альсифером, оно будет греться сильнее. Плюс у ФСПшек старых у них болячкой являлись вздутые конденсаторы, здесь они тоже присутствуют. Ну и мертвая дежурка, это вот то, что мы уже с вами увидели на мультиметре, поэтому обратим внимание как раз-таки на вот эти вот основные места. Сразу, ребят, хочу показать вам отличие технологическое, которое Zalman использует в данном блоке питания. Это охлаждение диодов шотки при помощи радиатора с тепловой трубкой. Такого раньше на самом деле я не видел и это круто. Это прям такой олдскул, когда производители еще не ленились как-то улучшать свои продукты. Они подходили к этому с умом, с какой-то изюминкой и сейчас такого, конечно, не встретишь. Входной конденсатор у нас используется Тиапа, 83 градуса на 330 микрофарад. Это стандарт для 500-ваттных моделей. Сейчас в блочках ставят ровно такие же банки. Серия Lush это не самая, конечно, благоприятная серия. Они обычно подыхают и очень часто мы встречали такие мертвые конденсаторы, но в данном случае он выжил. Сразу видим, что наблюдаются следы пайки. Кто-то уже до меня сюда лазил, менял конденсаторы, как видим. И некоторые радиоэлементы. Блок питания мы разобрали, сейчас пойдем его паять и покажу, что мы будем дальше делать. Вентилятор тут спрятан очень неудобно. Его не отключить и не отсоединить, поэтому мы отпаяем провода непосредственно от самого вентилятора. Так, мы отпаяли вентилятор. И теперь нам предстоит выпаять все дутые и подозрительные конденсаторы, для того, чтобы потом их отдельно можно было проверить и убедиться в их неисправности, либо наоборот. Всю мелочь, которая находится рядом с радиатором, мы тоже выпаиваем, потому что она, скорее всего, там высохла. И ее тоже необходимо проверить. То есть вот у нас показания старых конденсаторов, которые мы выпаяли. Это у нас сотка, которая показывает 84 мкФ с слишком большим сопротивлением 2 Ом. Ее мы поменяем на другой конденсатор, который тоже на 100 мкФ, но при этом у него сопротивление уже нормальное, 0,4 Ом. То же самое был конденсатор на 22 мкФ, у него сопротивление было высоченное, просто 1,5 Ом. Его мы поменяем на конденсатор с сопротивлением 0,7 Ом. По 12-ти вольтовой линии мы поставим рубикон, у нас там был на 1000 мкФ высохший, мы поставим на 1500, чтобы был небольшой запасик. На линии дежурного питания те конденсаторы, которые были поменены, мы их обратно ставить не будем. На их место поставим японцев ничиконы, 2 штуки по 1000 мкФ. Итак, мы припаяли конденсаторы, теперь необходимо сделать контрольные замеры. По линии дежурного питания теперь все красиво. По 12-ти вольтовой линии теперь есть небольшой запасик, у нас 2200 мкФ с хорошим ESR. Конденсаторы на дежурке тоже прижились нормально и показывают те же значения, которые мы замирали до того, как припаять их. На фотографии со стабилитроном мы видим, что под ним есть некое пятно подгорелости, которое отличается от других элементов, распаянных вокруг. И ровно такой же багрянец под резистором, соответственно они грелись и возможно их придется поменять. После того, как мы поменяли конденсаторы, необходимо убедиться, что проблема у нас не ушла. Поэтому мы опять воткнули наш блок питания в тестовый стенд и сейчас посмотрим, как будет вести себя дежурное питание. Включив блок питания, мы видим, что теперь дежурное питание не валится. Поэтому теперь можно попробовать подключить блок питания к тестовому стенду и дать на него нагрузку. В случае, если он, конечно же, включится. Но как только мы дали нагрузку на дежурное питание, оно сразу начало обратно обваливаться. Соответственно, проблема не решена и надо копать дальше. Поэтому берем мультиметр в руки и начинаем делать измерения. На входе у нас есть напряжение. Далее мы смотрим на питание шима и видим следующую картину. Оно постоянно прыгает и нестабильно. Потом под атошитом мы посмотрим, сколько здесь должно быть, но то, как оно сейчас скачет, это не норма. Питание основного шима у нас тоже скачет. Мы взяли тепловизор и под ним посмотрели на плату, когда она подключена к сети. И видим, что в зоне дежурного питания у нас есть вспышка тепла. Потенциально это как раз таки стабилитрон, под которым был подгоревший текстолит. Так что место с проблемой мы установили и теперь попробуем поменять стабилитрон. Кстати, ребят, после того, как выключили из сети блок питания, не забывайте, что у него заряжен конденсатор. В данном случае мы видим, что у него сохраняется напряжение, которое медленно падает. И чтобы его разрядить, мы используем резистор. Подсоединяем его к контактам конденсатора и видим, что теперь он разряжен. Сейчас мы выпаиваем неисправный стабилитрон. Вот так вот он выглядит. Как и должно быть, стабилитрон прозванивается в одну сторону и мы это видим по мультиметру. Но это еще не говорит о том, что он исправен. Мы бы его, конечно, с удовольствием поменяли, но на нем не видно никакой маркировки. В этом и сложность ремонта и нам надо понять, на какой его можно заменить. Изучив старые записи в интернете с 2010 года, мы выяснили, что здесь приблизительно стоит стабилитрон на 16 вольт. Это бьется с даташитом, поэтому мы сюда попробуем его поставить. После того, как стабилитрон поставили на место, подключаем блок питания обратно к тестовому стенду и проверяем, как он будет себя вести. Мы видим, что напряжение по линии дежурного питания у нас теперь стабильно и не валится. Соответственно, замена стабилитрона помогла. То есть теперь блок питания готов к тому, чтобы дать на него нагрузку и посмотреть, будет ли он справляться со своей задачей. К слову, контакты в стареньком блоке питания, которому почти 12 лет позолочены. В новых блоках питания, в современных, такое, конечно, встречается крайне редко. Итак, друзья, момент истины. Блок питания подключен к тестовому стенду. Мы подключили две линии для видеокарты и одну для процессора. Они идут сверху вниз. Процессор, видеокарта, видеокарта. Все, можно делать пробный запуск. И мы видим, что блок питания у нас включился. Это уже хороший знак. Теперь давайте смотреть, какие показатели у нас видно по приборам. Без нагрузки 12-ти вольтовая линия слегка завышена. На процессоре мы видим 12,5 вольт. При этом 3,3 вольт и 5-ти вольтовая линия у нас в полном порядке. Сейчас будем пробовать дать на него нагрузку. То есть, ребят, смотрите, сейчас мы нагрузили блок питания на 500 ватт. То есть мы его даже слегка перегрузили, скажем так. И видим, что стабилизация выходных напряжений у нас в полном порядке. Она, можно сказать, отличнейшая. При этом из розетки мы потребляем 680 ватт. И можно будет посчитать, каков КПД нашего блока питания. Но он работает абсолютно нормально, без каких-либо проблем. Так что можно сказать, что мы его починили. И теперь у нас есть еще один отремонтированный блок питания. Ну и да, после нагрузки в 500 ватт, когда мы ее чуть-чуть превысили, блок питания ушел в защиту от повышенной нагрузки. А, и да, кстати, сейчас проверим защиту от короткого замыкания, чтобы уж наверняка убедиться, что все элементы и все узлы работают правильно. Так, 12-ти вольтовая линия защиты сработала. Далее идет у нас 5-ти вольтовая линия, и она также сработала. Но 3-х вольтовую линию мы не можем показать, потому что мы, к сожалению, убили релюшку, которая отвечает за проверку защиты по 3-х вольтовой линии. Но я уверен, что она тоже работает. Ну что, ребят, блок питания отремонтирован. Если вы досмотрели до конца, то большое вам спасибо. Надеюсь, видео было интересным и понравилось вам. И теперь хочется сказать пару мыслей вслух. На самом деле идея ремонта блоков питания пришла около года назад, когда мы отсняли, скажем так, сломанный сисоник, который отремонтировали. И после этого был некий отклик от подписчиков, которые присылали нам почему-то тоже сисоники. То есть кроме сисоников ничего абсолютно не присылали. Мы сделали около 5-6 штук и отправили их обратно. Так вот, в данном видео я хотел показать, что можно отремонтировать на самом деле практически любой старенький БП, и не только блоки питания, поэтому если вдруг у вас есть старые комплектующие, которые вы бы хотели отремонтировать, или же вам не нужны и вы готовы пожертвовать ради контента, поэтому можете написать мне в личку ВКонтакте для обсуждения деталей. Ну а наш сегодняшний блок питания скорее всего отправится в какую-нибудь добросборку, или же дождется еще одного интересного проекта. Мне хочется, скажем так, отремонтировать достаточное количество комплектующих для того, чтобы собрать некий ПК Франкенштейна и в конечном итоге его разыграть. Конечно, да, звучит страшно, но тем не менее этот компьютер будет работать, будет тянуть все современные игрушки, и надеюсь, что такая идея вам тоже понравится. Поэтому пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, а я буду прощаться, у микрофона был, как всегда, Пахом, и пока-пока.